Это лаборатория Тони Старка 2019 года выпуска, в которой было много крутых фигурок, сама постройка была прикольной, но также в этой лаборатории были и свои минусы. И первый минус этого набора заключался в том, что этот набор был приурочен к Мстителям Финалов, хотя никакого отношения к ним не имел, кроме, конечно, фигурки Марка 50, двух Аутрайдеров и вот этой вот картинки за блоком. Второй минус это Игорь, собственно, если бы без него выходил этот сет и был бы чуть дешевле, но зато мы бы не получили вот этого уродского робота. Третий минус этого набора это нехватка каких-либо аксессуаров, тут кроме огня, вот этого маленького столика и блендера, собственно, ничего такого нет, но при этом сама конструкция выглядела просто шикарно. Таким образом, этот набор 2019 года был хорошим стартом в рамках всех лабораторий Тони Старка, у него была хорошая постройка самой лаборатории, конечно, не было многих аксессуаров, но это ничего страшного. И тем более за цену 3500 рублей, именно за такую цену я купил этот набор в 2019 году, этот набор был просто превосходный. Это лаборатория Тони Старка 2022 года выпуска, в ней большое количество фигурок, просто огромнейшее количество разных аксессуаров и отсылок к разным фильмам. Этот набор, ну, в принципе, это каноничный набор по второму Железному Человеку, ну, вот за исключением Марка 85. В этом обзоре я вам расскажу, почему не стоит покупать этот набор, если вы не фанат Железного Человека, погнали. Ну и давайте начнем, собственно, с фигурок. Первая фигурка это Тони Старк. У него двальное выражение лица, собственно, стандартное для Тони Старка. И эта фигурка не является эксклюзивной, потому что она появлялась уже в Саакарском Халкбастере, поэтому пошлите дальше. Вторая фигурка это Пеппер Поттс. Эта фигурка тоже не является эксклюзивной. Это обычная Пеппер Поттс, у которой тоже доно выражение лица, и, собственно, никакого интереса она в этом наборе не представляет. Третья мини-фигурка тоже не является эксклюзивной. Это не к Фьюри. Вот в таком вот плаще он уже попадался в календаре, также в наборе по Человекополгу вдали от дома. Поэтому вот такая вот фигурка, он, конечно, не интересный, может быть, кому-то полезен, но у меня уже такой есть. Следующая фигурка это такой вот Марк Третий. Третий тоже не уникален, но у него новый шлем, собственно, это обновленные шлема, которые вот так вот защелкиваются. И в отличие от старых, маска на нем держится лучше. Многие не любили этот шлем, многим он понравился, но лично мне он кажется, он выглядит как какая-то голова снеговика. Я люблю больше по старинке вот такие вот прикольные шлема. Следующая мини-фигурка это Марк 85. Третий, который я считаю, что он здесь вообще лишний. Но он в этом наборе прям полностью экипирован. У него есть вот такой вот меч. Потом, опять же, новая маска, которая, ну, не знаю, как-то вот на этом костюме он еще выглядит получше. Но мне он не особо нравится. Ну и также вот эти репульсоры, благодаря которым Тони мог генерировать энергию Тора, чтобы отражать атаки Таноса. Следующая фигурка из самых топовых фигурок в этом наборе это Воитель Марк 1. Вот такая вот фигурка внутри Роуди, у которого, к сожалению, только одно выражение лица. Не знаю, почему так сделали и не могли сделать голограмму странно. У него есть пушка уже стандартная для Воителя и также очень топовые принты. Эта фигурка будет занимать почетное место в моей коллекции. Далее идет самая топовая фигурка Железного Человека в этом наборе. Это Марк 25 Страйкер. У которого есть вот такие вот отбойные молотки. Также наплечники, которые выполнены. Ну, как-то не очень. Можно было бы их запринтовать, тогда бы, ну, фигурка выглядела бы интересней. Сзади тоже желтые принты, потому что это строительный костюм. И как бы желтый цвет тут должен преобладать. Такой вот прямоугольный реактор. И, собственно, вот эта фигурка очень тоже шикарна. Самая топовая фигурка в этом наборе это хлыст Марк 2. Вот с такими вот электрическими хлыстами. Также у него есть наплечники и старый шлем. Вот. Его броня прям пропринтована очень шикарно, очень детализирована. Сзади тоже все пропринтовано довольно-таки прикольно. И, собственно, лицо Ивана Ванка одно такое злое, а второе, ну, просто ухмылка. И вот полностью наполнение всего набора. Здесь очень много аксессуаров, с которых, пожалуй, мы и начнем. Это вот такое вот подобие дубины с циркулярной пилой почему-то. Не знаю почему. Даже не похоже, что было в фильме. Не знаю, откуда леговцы такое придумали. Но раньше, по крайней мере, такого не было. Ну, и эта дубина просто пойдет на детали. Далее здесь есть два вот таких вот стола, на одном из которых очень много чертежей Тони Старка. Есть вот такая вот чертежа щита Кэпа. Также есть схема самой лаборатории, чтобы сделать новохимический элемент. Ну, и самое главное, что есть на этом столе города будущего, благодаря которому Тони сделал новохимический элемент. Это очень прикольные панельки, вот такие вот, которые можно снять и поставить в Audi R8. Вот так они будут тут стоять, прямо как в фильме. Это довольно-таки прикольная отсылка. И давайте посмотрим саму Audi. Она тут не похожа даже на Audi. У нее тут нету, ну, эмблемки машины. Есть только номерной знак Stark 11. Вот. И эта машина выполнена ужасно, если честно. У меня есть своя, правда она недоделанная. И вот эта машинка как раз-таки пойдет на детали к моей собственной. Ну, ничего больше. На втором же столе у нас идет прямо полностью разработка Марка 3. Это прикольный стол тоже, по моему мнению. Тут есть вот такая вот пушка, которая, ну, ни к чему не отсылает. Также кружка. И тут можно разобрать полностью Марк 3, чтобы как бы сделать имитацию его сборки. Вот. И также есть компьютеры, которых никогда много не бывает. Их всегда мало. И в моей лаборатории их очень много уже находится. Но эти я тоже куда-нибудь поставлю. В общем, вот такой вот стол, кружка. Ну, ничего необычного тоже в этом нет. Как бы в комплекте с этим столом идет стул вот такой вот, на который можно посадить фигурку. Далее идет вот такой вот станок, который можно поставить в любую лабораторию, в любой гараж. Это интересная тоже постройка. Вот эти детальки довольно-таки полезные. Тут такой вот шкафчик с инструментами, на котором находится лампа, фигурка железного человека, только не раскрашенная. И также, как бы, создание нового элемента. Вот эта сама подставочка для того треугольника. Это как бы так изобразили. Потом гаечный ключ, какой-то опять пистолет. И вот эти вот ящики можно открыть. Вот эти ящики довольно-таки полезные детальки. И в основном они всегда попадаются в одну штуку, то есть без одного ящика. А здесь положили все четыре, поэтому это может быть полезным для самодельщиков. И вот сама лаборатория. Но перед тем, как ее посмотреть, давайте посмотрим на пьедестал Тони Старка, на котором он красавился в новых костюмах. По сравнению с предыдущим его прокачали. И теперь его не стоит поставить в любую лабораторию. И вот, собственно, этот обрубочек самой лаборатории. Он выглядит теперь более пестро, красочно. Это сделано, скорее всего, для детей, чтобы было проще собрать, проще играть. Но, как по мне, этот дизайн мне не очень понравился. И плюс она еще довольно-таки хлипенькая, потому что держится только на нижних частях. И поэтому мне она не особо понравилась. В этой лаборатории, помимо фигурок, также стоят вот такие вот голограммки. Первый это Марк Первый. Вот такой. Собственно, это его голограмма. Тут реконструкция написана Марка Первого. Далее это серебряный центрион. Но, к сожалению, вот эти голограммы, их тяжело вытаскивать. Вот, я вытащил их всех, и теперь можно показать так же. Идет серебряный центрион. Вот такая вот. Я не знаю, видно, нет. Вот. Вот так вот видно. Идет серебряный центрион. Мне самой фигурки нам не положили. Вот. И идет как бы сборка наподобие тут изображена. Марка 1985. Тут есть реактор новый. Ну, вот так. То есть, это изучение нанотехнологий, вот, изображено на компьютере. Еще, чтобы заполнить места, здесь есть вот такая вот стойка с огнетушителем. Это уже классика для Лего Марвел. И вот такой вот пистолет новый тоже. Их обновили в прошлом году. Он стреляет пимпочками. И дальше вот такая вот стойка для вот этих крыльев Железного Человека для Марка 1985. Они тут почему-то хлипко держатся, но пусть будут. И еще покажу вам лабораторию. Собственно, вот эти части очень хлипкие. Почему-то сверху не сделали никаких креплений. Только вот эти вот заборчиками. Ну, и единственное, что есть полезное в этой лаборатории, это очень большое количество оконных рам и вот таких вот сзади кубиков, которые пойдут в мою самодельную лабораторию. Видео, с которыми скоро, думаю, выйдет на канале. Вот. Ну и давайте уже подводить итог. Ну и какое же мнение у меня сложилось по поводу этого набора. Он довольно интересный. Для тех, у кого не было вот этих фигурок, он будет полезным. Также он будет полезным для тех, кто собирает эту лабораторию Тони Старка. Очень большое количество аксессуаров. Опять же, сама лаборатория ни о чем. И я думаю, что этот набор стоит купить только фанатам Железного Человека. Если вы фанат Марвел, но не особо любите Железного Человека, присмотрите лучше какой-нибудь другой набор. Платить 8 тысяч за чуть меньше 500 деталей я бы не советовала. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Это было мое первое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Всем спасибо и всем пока.